Уважаемые крымчане и гости полуострова. Меня зовут Дмитрий Таран, и я в прошлом с 2006 по 2010 год занимал позицию генерального директора Ялтинской киностудии. При этом я был не администратором, а практикующим продюсером, который пишет сценарии, который разрабатывает проекты, который прокатывает кино в кинотеатрах. У меня сложилась сборка этих бизнесов, и на основании моего опыта родился проект, обращенный непосредственно к гостям полуострова. Два и третья, поворачиваешься, будь как дома. Она говорит, буду. Пиво. Она просто улыбается, ничего не говорит. Можно без мужа. Будь как дома, да? Да, будь как дома. И все, и заводишь ее, и пропускаешь ее вперед, и за ней ее вперед. А то ты сам уже рванул. Ее вперед, и за ней выходишь из карты. Дадайте эту крючку, так как джик. Если Михаил, конечно, даст вам дорогу. Держи. Будь как дома. Буду. Если вы мечтали всю жизнь сняться в настоящем художественном фильме небольшой длительности, 10-15 минут, но этого достаточно, чтобы рассказать увлекательную историю, мы в 2017 году в городе Ялта и в других городах, в частности Алушта, Севастополь, Феодосия, Евпатория, предлагаем вам рассмотреть вопрос о том, чтобы стать главными героями романтической короткометражки, в которой обязательно будут элементы знакомства, элементы противодействия хулиганам, например. Ну, это как мы с вами решим по сценарию, да. Сцены рукопашного боя, сцены погони, пеших, автомобильных, подводные съемки и в результате, например, достижения какого-то приза. По адресу будет девушка. Твоя задача вовремя доставить в аэропорт. Сам процесс производства такого фильма занимает до трех дней. Мы будем встречаться с вами максимум на три часа в день для того, чтобы осуществить съемочный период. На руки вы получите короткометражный фильм со своим участием, где вы будете в главных или ролях второго плана, длительностью до 15 минут. Фотосессия делового романтического портрета настоящего киноактера. Это обязательный атрибут, который, кстати, очень сильно меняет жизнь. В том смысле, что фотограф, который будет вас фотографировать, начнет из вас вытягивать вашу суть. Снимать маски. Ну и в конце вы получите еще фильм о фильме, о том, как это все происходило. Будет отдельный оператор снимать весь процесс съемок. Мы возьмем у вас интервью. И из этого всего продукта, запакованного, мы теоретически можем сделать телепрограмму. Сними с кино и покажись по телевизору, которая осенью пойдет в интернете, на ютубе и так далее, и так далее. Камера есть! Поцелуй один! Ее! Смажется, у нас 10 минут. Уже 20. Да что? Цена участия в таком проекте имеет вилку от 10 тысяч рублей за главную роль до 30. Вилка большая. Она зависит от того, какие элементы мы набросаем в сценарий, сколько будет сцен, что нужно будет играть и так далее, и так далее, и так далее. Роли второго плана от 3 до 5 мы обеспечиваем полный цикл производства. И в результате этого трехдневного съемочного процесса, плюс день-полтора это постпродакшн, и затем, например, приемка в вашем отеле, где вы остановились, или в ресторане, который мы арендуем, да, где вы увидите себя на экране, пройдете по красной дорожке. Вот весь такой проект стоит примерно таких денег. И я хочу пригласить всех гостей полуострова, а также крымчан, которые мечтали сняться в кино, но до этого не удавалось осуществить эту мечту, позвонить по телефону, указанному в этом ролике и в подписи к ролику, и сказать, что вы хотите попробовать себя в киномагии. Проект называется «Киномагия». Возьмите телефон в руки, наберите наш номер, позвоните нам и скажите, в каком бы жанре вы хотели сниматься. Некоторые люди хотят романтическую комедию, некоторые хотят приключенческий боевик с элементами романтической истории, да. Люди хотят перестрелки, подводные съемки, приключения, разведка, спецслужбы. Все эти жанры мы можем осуществить вместе с вами в течение трех-пяти дней, ну, в зависимости от того, насколько долго вы будете находиться в Крыму. И мы выдадим готовые продукты, готовый фильм, фотосессия делового романтического портрета и фильм о фильме на руки вам, буквально к завершению пятого дня. Приглашаем вас принимать участие в наших фильмах. Это очень яркий элемент индустрии воспоминаний, а туризм и Республика Крым, и ее солнечность, и ее предложения, это прежде всего индустрия воспоминаний. Пройдут годы, вы будете смотреть на себя в фильме, да, вы будете вспоминать эти события, и это может оказаться одним из самых ярких впечатлений 2017 года. Спасибо за внимание. Здравствуйте, Петр Иванович, это Игорь. А Таркадия Андреевича за деньгами, а охранник меня не пускает. Меня нет сегодня в городе, давайте встретимся через неделю. Петр Иванович, мы с вами встретимся сегодня обязательно, у меня четкие инструкции. У меня нет сейчас таких денег. Ну, я могу бы сказать вам, где одолжить, заложить. Пошел вон отсюда. Ну-ну, нервы. Извини, брат. По-другому никак. Алло. Меня зовут Илона Давыдова, я журналист из Киева, я веду журналистское расследование по поводу покушения на вашего шефа. Вы можете рассказать что-нибудь об этом? Девушка, я вам все расскажу, только сначала фотографию в купальнике на мой мобильный телефон, ММС-очка. Вы издеваетесь? А может, без купальника? Ну, тогда я вам вообще все расскажу. Я подумаю. Девушка, у меня сейчас тут будет встреча, я минут через 10 вам перезвоню, хорошо? Вы куда, молодой человек? Охрану вызывайте. Охрана! У меня нет сейчас таких денег. А как же здрасте? Не советую. Это будет в разы дороже. Так, уберите отсюда этого урода. Ну, зачем вы так? Да, я не красавец. Да ладно, все, даже. А за урода я возьму штраф. 5 тысяч. Куплю себе тур на острова. Здравствуйте. Я хочу сделать заявление о вымогательстве. Да, ко мне сейчас в офис ворвался какой-то бандит, устроил драку, вымогает у меня 200 тысяч долларов. Да, если можно, конечно, приезжайте. Как зовут следователя? Да, а заодно примите у меня заявление о мошенничестве. Я представитель депутата Рождественского охраня Витальевича. Копии договоров заявления предоставлю. И наряд берите. Приезжайте, приезжайте. Ага. Трубочку положи. Петр Иванович, отдай тебе деньги. Живите спокойно. Я тебе этого не прощу. Ты ответишь. А за угрозы на острова будет десяточка. Туда не ходи. Алло. Алло, это снова я. Фотография уже у вас. Ну, я посмотрю фотографии и перезвоню вам, девушка. Нет, я настаиваю. Вы сейчас ответите на все мои вопросы. Ну, это же не телефонный разговор. Надо встречаться. У меня за вторым утром самолет. Где и когда? Да все очень просто. Гостиница «Бристоль». Ресторан. 18.00. Как я вас узнаю? Лысый, наглый, в черном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова